В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. Водитель из-под стажа вышел бывший начальник городской милиции, который был задержан на взятке в 20 тысяч долларов. Очередная попытка бороться с нелегальными перевозчиками. На этот раз совместный рейд копов и Укртрансбезопасности нагрянул в район Одесского железнодорожного вокзала. Рыжее солнце, рыжие люди и рыжее настроение. Впервые в Украине и в Одессе прошел фестиваль «Рыжий город». Дреско-торрент, то есть можно вот ленточку, веснушки, хорошее настроение и вы уже рыжий. Выше начальник городской милиции вышел из-под стража. Напомню, Олега Макуху задержали более года назад на взятке в 20 тысяч долларов. Милиционера лично ловил и главный военный прокурор Матиас. И вот теперь у подсудимого истек срок ареста. Новую меру пресечения суд ему не назначил. Поэтому Макуху пришлось освободить. На этих кадрах оперативники задерживают Олега Макуху. Летом 15-го он работал главным милиционером Одессы. Макуху подозревают в коррупции. За помощь в частном коммерческом конфликте он вымогал 20 тысяч долларов. Получить успел только аванс в 15. Задержание вышло резонансным. На операцию даже приехал главный военный прокурор. Больше года производство в отношении Макухи рассматривали в Беляевке. В августе милиционеру должны были продлить арест. Но судьи вместе с адвокатами затянули процесс, рассказывают в военной прокуратуре. В итоге Макуха вышел на свободу. З'являлись новые вопросы о связи с материалами, с заявками. Потом Макуха сказал, что он плохо слышит. Вымогал консультацию лора. Судья, смотря на это все пассивно, задовольнял все вопросы стороны защиты. Особенно, на мою думку, я не выключаю коррупционное складовое. Следующее слушание по делу милиционера назначено на 5 сентября. Но явится ли подсудимый, неизвестно. По последним данным, Олег Макуха покинул Одессу и скрылся в направлении Киева. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Цена акции Одесского припортового завода будет снижена вдвое. Такое решение принял Кабмин. Правительство одобрило изменение оценки приватизации объектов УПЗ, которые предложил фонд госимущества. Напомню, в июле попытки продать завод провалились. Сумма оказалась завышенной примерно на 13 миллиардов гривен. Премьер-министр считает, что стоит выставить стартовую цену на завод, которая бы привлекла как можно больше покупателей. Также Владимир Гройсман поручил фонду госимущества провести публичную дискуссию с политическими фракциями и обосновать новую стоимость предприятия. В новом учебном году в Одессе появятся школьные офицеры полиции. Это патрульные, которые будут заниматься с учениками во внеурочное время. Научат детей соблюдать букву закона. За каждым полицейским закреплено по 4 школы. Они будут проводить там 2 часа в неделю. Главная цель проекта – профилактика правонарушений среди детей, таких как курение или бег по школьным коридорам. Это все опасно. И опасно для здоровья, для жизни наших детей. И в форме игровой, в форме интерактивной и в форме беседы со старшими детьми наши патрульные полицейские будут об этом говорить, будут это разъяснять ребятам для того, чтобы уйти от этих проблемных вопросов. 1 сентября патрульные уже появятся в школах. Пока они будут только наблюдать, уроки же начнут проводить, когда в школах установят точное расписание. Учить детей готовы почти 30 полицейских. Все они прошли специальный курс подготовки по этим учебникам. У нас есть 6 тренеров по Украине. Подготовили с початка наших тренеров. Далее мы проводили учения для наших коллег, которые будут работать в этих 4 местах. А именно, учения наше проходило в тренинговой форме. Проект «Школьный офицер полиции» пока пилотный, рассчитан до конца учебного года. Охватывает Одессу, Киев, Ивано-Франковск и Львов. В то же время, одесские патрульные переходят на усиленный режим. Мы сейчас в преддверии как 1 сентября, так и Дня города. Поэтому, соответственно, мы информируем о том, что мы будем работать в усиленном режиме несения службы. Но это не только мы, это все правоохранители Одессы, Одесской области. Для, прежде всего того, чтобы обеспечить право порядок во время проведения всех массовых мероприятий. Особое внимание будут уделять маленьким участникам дорожного движения. День знаний должен быть максимально безопасным для школьников. Что касаемо школы, у нас сейчас проходит акция, опять же, всеукраинское «Внимание, дети на дороге». В данный момент у нас идет подготовка, уже проведено ряд мероприятий. Прежде всего, это обследование прилегающих к школам территорий, особенно дороги, дорожные знаки, разметка. Также в полиции пообещали своевременно информировать одесситов о заторах на дорогах. Есть очень много перекрытий в городе, и мы на сайте своем выставляем, где перекрыты улицы и как перекрыты. То бишь, чтобы для граждан было удобно. Помимо сайта, детальную информацию о перекрытии движения можно узнать также на официальной странице патрульной полиции Одессы в Facebook. Информацию обещают обновлять оперативно. Если у вас есть пассажирские микроавтобусы и немного наглости, то вполне можно начать довольно прибыльный стартап. К примеру, организовать собственный пригородный маршрут. В курортной Одессе это дело доходное. Правда, есть одно «но» – деятельность таких ловкачей вне закона. Детальнее об этом Сергей Бандур. Очередная попытка бороться с нелегальными перевозчиками. На этот раз совместный рейд копов и Укртрансбезопасности нагрянул в район Одесского железнодорожного вокзала. Место выбрано не случайно. Здесь в перемешку на одной парковке стоят таксисты, рейсовые маршрутки и какие-то сомнительные персонажи на пассажирских бусиках. Они здесь вроде как и не работают, просто заехали постоять. Вот этот мужчина просто якобы ждет родственников. Правда, почему-то рядом с его машиной собирается очередь из желающих уехать. Когда мужчину просят предъявить документы, он почему-то сразу закатывает скандал. Ему на помощь приходит группа поддержки. Особо активно вступается за родственника субъект с поломанными по варцовски ушами. То, что для перевозки людей, помимо техпаспорта на машину и прав, необходимы еще какие-то документы, здесь вызывает искреннее удивление. Вокруг собираются еще любители покричать. Так называемые местные зазывалы целенаправленно провоцируют конфликт. Подчеркнуто не боятся камер и полиции. Пока инспекторы Укртрансбезопасности пытаются понять, что им делать с маршрутчиком-скандалистом, тот демонстративно разворачивается и уезжает. Правда, недалеко. А остальные его коллеги по левому бизнесу просто снимают с лобового таблички с маршрутами. Десятка метров дальше стоит автобус Одесса Рене. Водитель при виде проверки заметно нервничает. У него в машине находится закатанный пластик, что это осуществляет, ЧП «Диамант» перевозки. Мы сейчас ждем документы, чтобы водитель предоставил нам их. Правда, как выяснилось, тут как раз все в порядке. У водителя весь необходимый набор документов. А прятать табличку мужчина начал как-то инстинктивно. Подъезжает еще одна маршрутка из Затоки. Написано, что авто на заказ, но пассажиры говорят, что в маршрутку сели, как обычно, на вокзале. 50 гривен. Кто собирал деньги? Водитель? Водитель откуда? Солнечный, Слиманский, центральный курортный район. Как? В центральном он, там на автостанции он компонует всех, да? Да, собирает деньги. Собирает деньги, да? Водитель на голубом глазу все отрицает, а пока инспекция Укртрансбезопасности излишне внимательно изучает предоставленные им документы, все пассажиры, которые могли бы дать пояснение, разбегаются и предъявить водителю вроде как и нечего. Сейчас нет людей, соответственно, он не может предоставить одну бумагу про договор между пассажирами и непосредственно с перевезником. Этот тоже уехал безнаказанным. Впрочем, за нелегальные перевозки полагается только наказание в виде штрафа в 1700 гривен. Для рядового водила неприятно, но деньги эти он отобьет за день работы. Всего за один рейс в Затоку из Одессы в среднем нелегал зарабатывает больше тысячи гривен. И это только в одну сторону. Следующий маршрутчик заявил, что у него вообще выходное. Сюда он приехал дверь починить. Понимаем, что здесь ловить определенно нечего и едем на Калантаевскую, к центральному автовокзалу. Здесь, не побоясь этого слова, цитадель перевозчиков-нелегалов. И свой офис имеется, и свой смотрящий. Возле автобуса Киев-Одесса уже выстроилась очередь из пассажиров. Но вот беда, водитель пропал. Уехать отсюда стоит тех же денег, что и с легального автовокзала, находящегося всего в 100 метрах. Но часть пассажиров просто поленилась туда идти, а часть гонится за скоростью. Отсюда маршрутки идут прямым рейсом, не делая промежуточных остановок. Мне надо срочно быть в пейс. По времени? По времени? По времени? Да, я сейчас просто по времени. А так я пользуюсь, задеволю в вокзалом, киндай, поезд. Люди заплатили кровных 300 гривен, даже не задумываясь, что здесь за них ответственность никто нести не станет и обратиться с жалобами, если, не дай бог что, будет просто некуда. Тут даже водитель пропал. На этот раз в свои руки дело решают взять полицейские и начинают опрос свидетелей. Маршрутчика собираются брать из мором. Рано или поздно к своему автобусу он вернется, но сегодня на Киев этот неоплан явно опаздывает. А подобные совместные рейды обещают сделать регулярными. Может, в следующий раз совместная работа окажется эффективнее. Больше о том, сколько зарабатывают перевозчики нелегалы и чем чреваты их услуги для простых пассажиров, смотрите уже в эту пятницу в 19.40 в авторском телепроекте «Дорожные хроники» на Седьмом канале. Александр Полуев, Сергей Бандур, Валентин Мирза, Седьмой канал. И в продолжение темы. Одесские автомобилисты чаще всего нарушают правила обгона и проезда перекрестков. Полицейские подвели первые итоги всеукраинской акции по безопасности движения. Немного статистики от Анны Грынев. С 12 августа по 12 сентября в Одессе проводят всеукраинскую акцию по безопасности дорожного движения. Так, полицейские пытаются понизить уровень аварийности на дорогах. Итак, за 20 дней в городе составлено 5583 административных протокола. Из них 263 за вождение в пьяном виде. Больше всего одесситы нарушают правила обгона около 300 раз и правила проезда перекрестков порядка 600 раз. Также правила нарушают и пешеходы. На 50 из них составили административные материалы. Ну а более тысячи одесситов прослушали лекцию о соблюдении безопасности дорожного движения. 23% всех ДТП на территории области произошли с участием мототранспорта. 117 раз такие водители нарушали ПДД, 45 из которых задержали в состоянии алкогольного опьянения. Анна Грынев, Андрей Кульба, 7 канал. Полицейские взяли с поличным молодую пару мошенников. Жителей Абидиопольского района обвиняют в грабеже. Парень и девушка через социальную сеть вышли на иностранку, которая занималась незаконным обменом валюты. На встречу к ней пришли с чемоданом сувенирных денег. Ей предложили поменять их на 50 тысяч долларов. Необходимой суммы у женщины не было, поэтому договорились о второй встрече. Тогда злоумышленники и получили валюту взамен на фальшивые. При этом мошенники воспользовались слезоточивым газом и убежали. Но правонарушители остановили сотрудники полиции, которые оформляли ДТП. Неработающий житель Абидиопольского района мечтал о собственном автомобиле. Денежных средств на его приобретение у него не было. В связи с чем, просмотрев неоднократные сюжеты криминальных новостей, у него возник умысел, каким образом он может заполучить необходимые денежные средства. Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд для принятия законного решения. И к другим темам. Правовая помощь безвозмездна. С 1 сентября юристы начнут бесплатно проводить консультации для жителей Одесской области. Для этого в каждом районе откроют бюро правовой помощи. Всего 25 офисов. В них можно будет получить информацию об оформлении субсидий, пенсии, недвижимости, наследства, земельных участков и не только. Министерство юстиции Украины открыло доступ до 27 реестров. Это так называемый кабинет, онлайн кабинет сервисов Министерства юстиции Украины, который находится на сайте Министерства юстиции Украины. О чем мы говорим? В бюро правовой помощи будут созданы специальные две станции рабочие для граждан. Работники, юристы Бюро правовой помощи помогут и обеспечат доступ к этим реестрам. Сотрудники бюро помимо консультации обещают проводить семинары и лекции в учебных заведениях, а еще помогут найти представителя в суде. Но бесплатные услуги адвоката получат лишь несовершеннолетние, малообеспеченные, пенсионеры, дети-сироты, инвалиды, преселенцы, участники АТО и семьи погибших. Речная правовая помощь, здесь, конечно, круг людей немножко ограничен. Она, это опция государства, которая предоставляется социально незащищенным слоям населения. Есть критерии людей, которые попадают под эту помощь. Тут, конечно, необходимо предоставлять перечень документов, чтобы подтвердить свой статус. В реестре у нас находится больше 300 адвокатов, а работаем мы со 110. То есть мы в процессе, у нас контроль качества является одной из приоритетных направлений работы системы бесплатной правовой помощи. У нас судно-специальные отделы качества правовой помощи, мы мониторим. У нас есть менеджеры по качеству, которые систематически присутствуют в судебных заседаниях, где адвокаты работают с нашими клиентами. Информацию о работе Бюро правовой помощи можно получить круглосуточно по бесплатному номеру 0800 213 103. Грузинский подарок. Самые выдающиеся исполнители Грузии выступили накануне в Одессе, в самом центре, на площади возле оперного театра. Как все происходило, видела Кристина Немченко. До начала концерта еще полчаса, а площадь уже переполнена людьми. В первых рядах самые важные гости – военнослужащие, которые недавно вернулись из АТО. Там танец есть с такими поганими, и саксофон. Обожаю вообще. Это бомба, бомба. Шикарно. Здесь люди разного возраста и национальностей. Увидеть грузинских знаменитостей пришли и семьи с детьми. Перш за все – показать другую культуру своим детям. Подрастающие поколения должны знать не только свою культуру, а и культуру других народов. Потому что это очень важно. Прививать любовь к своему, нужно показать и поважать что-то другое. Пока гости мирно замерли в ожидании концерта, за кулисами идут последние приготовления. Артистки из национального балета Грузии Сухишвили наводят последние штрихи в макияже. Танцоры разминаются. Концерт открывает знаменитая грузинская пианистка Хатия Буниатишвили. Национальный балет Грузии Сухишвили удивляет своими красочными костюмами и зрелищными постановками. К публике выходит Михаил Саакашвили. Говорит о том, что Одесса – это город искусства. И напоминает, тут все ждут Евровидение. Вот эти аплодисменты, сейчас слышит Украина. Эй, вы там, Киеве. Евровидение нужно дать Одессе. Концерт продолжает грузинский композитор Дато Евгенидзе и знаменитый Вахтанг Кикабидзе. После выступления артисты делятся впечатлениями. Все они в Одессе не впервые. Каждый раз публика встречает с юмором и теплотой, говорит Вахтанг. Одесса – это не черт знает что, это Одесса. Я как-то помню, раньше, молодость, еще попривозил с супругой. И когда женщина шла в шлепанцах с внуком, по базару много народу было. Друг она меня увидела, говорит Вахтанчик, это вы? Я говорю, да. Друг она на ты перешла. Вспомни что-нибудь. Я же одесситка, а не черт знает что. Я вообще Одессу очень люблю, потому что я чувствую теплоту. То, что я особенно еще люблю здесь, что это очень космополитический город. Разные национальности вместе живут. Я думаю, что это очень красиво. Это обозначает, что мы все равны друг к другу. И мы можем просто в мире и в любви вместе жить. За выдающимися звездами грузинской эстрады наблюдали Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал. Рыжее солнце, рыжие люди, рыжее настроение. Впервые в Украине и Одессе прошел фестиваль «Рыжий город». Открылся он у памятника Дюку, затем вся колонна отправилась в гурсад, где праздник продолжился. Рыжий контроль прошла и наша Анастасия Кожушк. На праздновании собрались сотни людей. У кого-то рыжие волосы, кто-то рыжий в душе. Но дресс-код для всех обязательный. Дресс-код оранж, то есть можно вот ленточку, веснушки, хорошее настроение и вы уже рыжий. Такое количество оранжевых увидишь нечасто, поэтому Саша пришел на фестиваль для того, чтобы завести новое знакомство. У меня есть очень мало знакомых рыжих людей. Как-то захотелось познакомиться, вот уже с девушкой познакомился, надеюсь будем общаться и ну это круто. Настя очень хотела повеселиться. Говорят, у Зулька. Мне нравятся песни больше всего. А Костик просто золотой мальчик. Золотой я. Читать книжки, играться на слинками. Всему меня надо учить. Организатор фестиваля Наталья Делеева рассказывает, идея создания рыжего праздника возникла давно. Все это началось с Георгия Голубенко, который написал о нашей Одессе «Рыжий город». Он долго выбирал цвет нашему городу, потому что там говорят, например, Москва белокаменная, там эта золотая. А какая же Одесса? Одесса – это рыжий город. И так все случилось, так все совпало. И день рождения, и посещается и Георгию Голубенко. И нам на сегодняшний день очень мало положительных эмоций. И мы хотели просто побольше эмоций, побольше хорошего настроения, улыбок, веселья. Все, кто пришел на фестиваль, должен пройти «Рыжий контроль». Если рамка запищит, значит человек по-настоящему рыжий. «Рыжий контроль» прошли все, даже сам Дюк Доришелье. После того, как Ришелье примерил рыжий парик, вся медная колонна отправилась в горсад. Там выбрали самую рыжую деточку, самых рыжих одессит и одесситку, самого рыжего домашнего любимчика и самую рыжую семью. Все участники получили ценные призы. И красит рыжим листьев ворох, и кроет золотом дома. И рыжие девочки улыбка. Анастасия Кожушко, Валентин Мирза, Седьмой канал. Таким был этот день. Завтра будут другие события. Информационную осень с вами встретит мой коллега Игорь Буренко. Я напомню, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Сразу после новостей не переключайтесь. В эфире «Вечер на седьмом» с Максимом Малыновым. В гостях двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Это «Наш город» и ваш седьмой канал. Берегите себя и до свидания.